21 сентября 2020 года. С праздником, дорогие мои зрители, подписчики, с Рождеством Пресвятой Богородицы. Сегодня у нас с вами встреча не по плану, это специальный праздничный выпуск в честь Матери Божией. Конечно, в этом году очень всё странно и необычно. Вот конец сентября у нас на Святой Земле, в допандемийные времена, это была толпа туристов, паломников со всего мира, и особенно, конечно, с Украины. Потому что как раз-таки еврейский Новый год, обычно Рошашана выпадает на конец сентября, и открывали раньше чартерные рейсы. Наши религиозные евреи могли лететь отсюда в Умань, на Украину, где похоронен их раввин Нахман, к его могиле. Там, по традиции, они любят встречать Новый год, а украинские паломники могли за копейки лететь к нам. Поэтому у нас были, ну, в прямом смысле слова, тысячи и тысячи украинских паломников в эти дни. Хотя на Святой Земле, в общем-то, нету каких-то особых традиций, связанных с празднованием Рождества Матери Божией, тем не менее, обычно в этот день всегда была, конечно, ночная литургия на гробе Господнем. И было очень много молящихся. Тут же рядом уже и крестовоздвижение, к которому мы тоже с вами приближаемся, а там патриаршие богослужения. Поэтому вот этот конец сентября – это всегда большой был наплыв наших верующих православных на Святую Землю. В этом году всё по-другому. Как вы видите, даже карантин объявили. Именно в этот период, соответственно, большая часть православных, даже местных жителей, лишена возможности сегодня помолиться в храме, и на крестовоздвижение тоже будет лишена. Нету паломников, нет туристов, Святая Земля отдыхает. Но нам с вами ничего не мешает вот так собраться вместе и поговорить сегодня о Божьей Матери. Я расскажу вам о её доме, расскажу о том, где родилась Богородица и что сейчас находится на этом месте. А прежде же хочу предоставить слово Рафаилу, потому что этот выпуск мы решили сделать на двоих, вместе с ним. Рафаил немного расскажет вам о связи Матери Божией с Ветхозаветным храмом. А потом настанет мой черёд, и я покажу вам и расскажу вам о доме Богородицы. С праздником! С Рождеством Богородицы! Вот на самом деле очень мало и в Новом Завете, и в Ветхом Завете рассказывает нам Писание о Богородице. И это смущает иногда людей, которые подходят или с точки зрения чисто библейской или протестантской. Они говорят, при чём тут вот этот культ Богородицы, они говорят. А на самом деле это что-то очень древное, исконное, и не все это понимают. Потому что церковное учение о Богородице, это передаётся именно через предание, через устное предание, или через литургикой, через богослужебных текстов, через иногда каких-то книг, которые по каким-то причинам не вошли в то, что принято называть общий наш церковный канон. Тем не менее, древнейший способ, который церковь получила и от Ветхого Завета, и от иудаизма, это толкование, или как на иврит это называется, медраж, то есть гамилии, на образы, которые мы встречаем в Ветхом Завете. И в этом смысле вот этот божественный, благодатный, материнский, женский образ, конечно, встречается в Библии и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, только не так, как в древних языческих култах, об этом не написано прямо сразу так, чтобы это было понятно и очевидно. Ну вот дам вам пример. Богородица у нас называется в церковное предание «Мать сущей живота». И это название мы встречаем в первую очередь в книге Бытия, это речь идет о Еве. Ну вот даже если мы открываем самые первые страницы в Священном Писании, о сотворении мира, о том, как дух носился над водами, вот этой воды первобытной как раз на иврите называется Тегом. И это как раз женский род, и можно действительно найти интересные параллели с том, как дух оживотворил утробы Пресвятой Богородицы, когда было зачатие, когда было благовещение. Кстати, на всех богородичных праздниках мы вспоминаем, неважно, если это благовещение, успение, Рождество Богородицы, введение во храм, мы обычно, если читаем внимательно все богослужебные тексты, мы все эти параллели как раз и увидим. То есть я тут ничего абсолютно не придумываю, я вам не даю примеры, потому что это не лекция, это не введение в каких-то богословских вопросах. Но если вы сами откроете любой текст службы для богородичных праздников, вы увидите, что параллель идет как раз именно с Адамом и Евой, сотворение мира, обновление тварь, так же, как Господь создал всю вселенную, но из-за того, что Адам и Евы согрешили, потом он хотел их вести обратно. И вот это как раз поворот обратно к Богу был осуществлен благодаря Царице Небесной. И мы в богослужебных текстах постоянно находим все эти прообразы, в том числе Богородица, как храм, как ковчег Завета, как мана небесная, как лестница, которую Яков увидел. Поэтому, в принципе, тут связи с Ветхим Заветом и не только с Новым Заветом очень как раз сильно ощущаются. И это опять надо об этом говорить, потому что тут важно не только читать Священное Писание, но понять, как это толковали святые отцы, как это толковала сама Церковь, как это читается, когда читают сами эти тексты в день праздника. Если я сейчас даже просто случайно открою любой момент в Минеях, без особой даже подготовки, вы увидите, что там почти на каждой молитве речь идет как раз именно об этом. Поэтому не надо смущаться, не надо думать, что вот поклонение Богородице или почитание, вернее, почитание Богородице это что-то только, которое находимся у католиков или у православных. Это то, что мы часто говорим, часто это смущение, которое бывает у то, что называется библейских христиан, христиан, которые пытаются придерживаться только к библейским рассказам и все, что относится уже к толкованию церковной, они считают, что это попозже появилось. У нас даже люди иногда в комментариях пишут, они нам пишут какие-то вещи, как я это читаю иногда, как Богородице, то есть нету такого, то есть это только Девы Марии, как бы в Евангелии об этом не написано. Дорогие мои, я Библию тоже хорошо очень знаю, читаю в оригинале, и Ветхий Завет тоже знаю, и могу вам сказать, что Богородица это не какое-то новоделье, это не что-то, которое придумали какие-то эллины или язычники, и древняя наша семитская вера как-то это навязывали силой. Это совсем-совсем не так. И я надеюсь, что будет возможность об этом поговорить еще и еще, и по подробности, и сказать, что даже образ Сиона, образ Иерусалима, образ горы, это как раз Богородичный образ. И все эти женские образы, которые мы находим в Ветхом Завете, и не только в Ветхом Завете, даже в каких-то апокрифах, история про иудив, тоже, которая убила Галфорнес, это тоже воспринимается в православной традиции как прообраз Богородицы, как победа над врага народа, как хитростью, потому что Богородица должна была побеждать вот этот враг рода человеческого, дьявола. И тут надо было употреблять тоже какую-то смелость. Поэтому все эти смелые женские образы, которые мы встречаем в Библии, это воспринимается как прообразы Царицы Небесной. Это тут не я придумываю, это, дорогие мои, читайте это все в толкованиях у святых отцов. Это одно, есть вот образ смелых женщин в Библии, но также есть образ не смелых женщин, но женщин, которые у них почему-то все не как у всех. Образ женщин бесплодных или женщин, которые по каким-то причинам их как бы не любят или им кажется, что их не любят. Тут, например, мы встречаем историю про мать пророка Самуила, Анна, которая, например, так и у нее детей не было, и она скорбела по этому поводу. И тогда еще и двубрачие было, и как бы ее мужа Лкана даже говорит ей, что ты плачешь, я тебя люблю больше, чем даже как бы если бы у тебя было десять сыновей, но тем не менее постоянно в Ветхом Завете мы встречаем образ вот этой бесплодной женщины, которая скорбит, которая, ну, почему-то у всех остальных женщин все у них как бы все в порядке, все нормально, а у них как бы все не так. И вот это пророчество, что именно от этой бесплодной, именно от нее все будет хорошо, именно от этой женщины, которая у нее все по-другому, все сверхъестественные роды, да, вот в принципе в Библии мы встречаем вот этот образ неплодных женщин, которые потом рождают, но они рождают естественным образом, но все равно это чудо, потому что у них все должно было быть иначе, да. Но это тоже как некое подготовление. И обратите внимание, что мать Пресвятой Богородицы, опять в Евангелии не написано, кто была ее мама, но у нас церковное предание, это для нас также важно, как Писание, и мы знаем, что также ее звали как Анна. И мать Пресвятой Богородицы также жила много лет, у нее также было бесплодие, и никаких надежды на рождение тоже не было. И вот как раз родилась Богородица, и как мы знаем из наших церковных песнопений, радость воссияла по всей Вселенной, то есть весь космос, всю Вселенную было освящено вот этим светом, потому что было понятно, все, враг проиграл. Да, много искушений у нас есть впереди, и будут и времена Антихриста, и будут все, но в принципе, если мы верующие люди, мы знаем, что в этой борьбе уже как бы добро уже победило, потому что Богородица родила потом Спасителя. Ну, если мы в этом не верим, это другое дело, но если мы в этом верим, если мы верим, что Богородице действительно удалось полностью и сверхъестественно зачать Мессии, который тем более родился во плоти, если мы в этом верим, мы тогда знаем, что уже нет причины для Евы плакать и рядать, нет причины скорбеть, нету причины даже бояться смерти. Вот смотрите, если я сейчас даже, ну вот случайно так открываю, простите, что из телефона, минии, и мы читаем седалин праздника. Да? Дева Мария и Богородица истина, як облак света, днись ва сиянам, и от праведних предлагает во славу нашу. Нектому Адам осуждается, и Ева от уз свободися, и сего ради зовем, вопиющий, с одерзновенном, единый чистый. Радость возвещает Рождество Твое, все вселенные. Ну, я думаю, что уже больше, уже нечего об этом говорить. Надеюсь, что вот здесь, из Иерусалима, из Сиона, из Родины, Пресвятой Богородицы, вот мы вам тоже хотим поделиться этим замечательным, радостным праздником. Так что, с праздником всем! Дорогие, прежде чем я продолжу тему Рождества Богородицы, хочу напомнить для любителей, писать комментарии, что камера отображает все в зеркальном положении, это зависит не от нас, так устроен телефон, поэтому Рафаил крестится, естественно, правой рукой, как и все нормальные люди, да, просто вам это выглядит, как будто это рука левая. Так что, не удивляйтесь и не смущайтесь. Итак, я же хочу рассказать вам о месте Рождества Богородицы. Вообще, где родилась Матерь Божия и где находился дом ее родителей, известно с очень древних времен. Я знаю, что есть книга «Сказание о жизни Пресвятой Богородицы», где говорится, что Матерь Божия родилась в Назарете. Эта традиция гораздо более поздняя и не подтвержденная церковным преданием. На самом деле, Богородица, конечно, родилась в Иерусалиме. Откуда я это знаю? Ну, прежде всего, из древнего предания, которое у нас записано, называется это «Священное предание». Это единственный апокриф, который признает наша Святая Церковь как «Священное предание». Апокриф, который используется широко в богослужебных текстах, это «Протоевангелие» от Иакова. Мы с вами уже не раз об этом говорили, что стоит прочитать, найти в интернете несложно сегодня. Этот апокриф был написан в самые первые века христианства. Самый древний список его относится к третьему веку и хранится в одном из музеев Женевы. У нас же «Протоевангелие» от Иакова очень широко используется в церковных песнопениях. Вообще в церковном календаре даже праздник введения во храм Божией Матери, праздник Рождества Богородицы полностью основан исключительно на этом церковном предании, единственном, полностью записанном и достоверном. Неизвестно точно ли сам Иаков писал это Евангелие или кто-то из его учеников, но факт то, что это отражает древнейшее христианское предание. И там говорится, что в Иерусалиме был человек весьма богатый по имени Иаким и жена его Анна. Так что жили они в Иерусалиме, и Матерь Божия родилась в Иерусалиме. Место ее дома было отмечено еще в 4 или 5 веке византийским храмом, о чем нам свидетельствуют раскопки и воспоминания многочисленных паломников. Если мы с вами пройдем в старый город, а мы можем сделать это сегодня, пользуясь теми кадрами, которые когда-то мы снимали и для моего блога, и для телеканала «Союз», то мы увидим, что дом Божией Матери находится возле Овчьих ворот. Овчьи ворота – это название более древнее. Сегодня мы называем Львиные ворота. Овчьи ворота стояли совсем рядом с ними и вели они на территорию Ветхозаветного храма. Сейчас точно так же от Львиных ворот можно пройти к Ветхозаветному храму, но, к сожалению, сегодня это делают только мусульмане. Туристов пускают с другой совсем стороны. Так вот, получается, что Иаким и Анна жили возле Ветхозаветного храма. Чем ближе к храму, тем дороже были дома. Мы можем с вами представить себе, каким мог быть дом, жилище Иакима и Анны, дом, в котором родилась Матерь Божия. Скорее всего, это была римская вилла. У нас в Иудее очень сильно переняли и древнегреческие, и древнеримские традиции, образ жизни, быт еще задолго до Рождества Христова, поскольку сперва наша территория принадлежала древним грекам, потом, когда Рим победил Древнюю Грецию, перешла во владение Римской империей. Соответственно, очень многое в архитектуре, культуре, быту было у нас таким же точно, как в других римских провинциях. И вот богатые люди жили на виллах. Это очень интересно и очень красиво. Вот сейчас я пытаюсь показать вам на экране, как могла выглядеть римская вилла. Это, конечно, идеальное жилище для нашего климата, потому что у нас очень жарко, а римская вилла как раз устроена таким образом, что вся жизнь семьи в основном происходит во внутреннем дворе и во внутреннем саде. Вилла состояла как бы из двух частей. Внутренний двор, атриум, располагался сразу после входа в дом. Здесь размещался большой колодец. Часто это был бассейн с питьевой водой. И в стороне от него, так, чтобы дождевая вода через открытую крышу не заливала, был очаг. У древних римлян мать семейства должна была спать в атриуме для того, чтобы хранить домашний очаг. Но это было задолго до Рождества Христова. Ко временам спасителя, конечно, уже несколько всё поменялось, и женщины не спали в атриуме, они спали в спальнях. А атриум превратился в гостиную, как мы бы сейчас сказали, то есть зал для приёма гостей. Кроме атриума в доме был внутренний ещё один двор, который предназначался исключительно только для жителей виллы. То есть туда водили только очень близких гостей, родственников. Это был как бы неофициальный такой сад для отдыха именно семейства. Назывался он перистильум или перистиль – открытый внутренний двор для личной жизни семьи. Окружён он был обычно колоннами, на которых, собственно, и держалась крыша. Что касается комнат, где спали и также работали, они располагались по периметру, то есть по кругу. Проход в них осуществлялся через колоннады, и мы видим, что весь воздух и свет в комнаты проникал именно с улицы через атриум и перистиль. Окна, как таковые, в спальнях, конечно, были, ну, необходимо всё-таки для воздуха и света, но совсем другие, чем у нас. Тогда ещё стекло не умели делать большим. Из стекла делали маленькие пузырёчки какие-то, флаконы, но никаким образом не оконные стёкла. Такой технологии ещё не было. И вот поэтому окна делались, как правило, из дерева, делались перфорированными. Вот такая красивая сетка могла делаться. Ну, у бедняков, конечно, это просто могло быть замазанное глиной окно и дырочки в нём, да, но у людей состоятельных это были вот такие плетёные деревянные окошки, через которые вполне проникал свет, но всё-таки было довольно темно. Для работы же зажигали, естественно, масляную лампу. На обед семья собиралась в триклиний или триклину, столовая. Почему триклином? Там было три стола, соединённых буквой «П», прямо как у нас с вами на свадьбах. И здесь собиралась семья и для ежедневного принятия пищи, ну и, конечно, по праздникам, когда приглашали гостей за столом, естественно, возлежали. Столы были низенькими. Возлежать могли на ложах. Специальные такие невысокие были, как лежаночки такие. И назывались они «лектус», «лектрус триклиниарис», то есть специальные, как маленькие диванчики для столовой. И в богатых очень домах, в доме могло быть даже несколько столовых. И вот кухня также располагалась во внутренней части дома. И на кухне обязательно был специальный очаг, уже ещё один для готовки пищи. И рядом с кухней могла же располагаться и кладовка. И вот у Якима и Анны, скорее всего, был именно такой дом. Если вам интересно, открывайте скорее Google, Википедию и изучайте всё про римскую виллу. Вы сможете представить себе довольно подробно, как жила Матерь Божия. Раскопки римских вилл остались в Италии. Я сейчас показываю вам фотографии. К сожалению, у нас на Святой Земле такого нет, но в Италии есть. И я надеюсь, что на Топусе когда-нибудь появятся экскурсии по римским виллам. Я бы очень этого хотела, это очень интересно. И вот у нас, однако, у римских вилл были свои особенности. Хотя, возможно, это касается и Италии. Тут я могу немножко не знать. Скажу о наших особенностях, то, о чём я хорошо знаю. У нас кругом горы и холмы. Соответственно, часто вилла оказывалась пристроенной к склону холма. И тогда использовали это и некоторые внутренние помещения, например, кладовки, кухню, а в каких-то случаях даже и спальни, могли делать прямо внутри скалы. Камень-известняк – это удивительная штука. Он аккумулирует тепло летом и отдаёт его зимой. Соответственно, в таких комнатах очень уютно жить, уютно спать. Зимой там будет тепло, а летом будет прохладно. И вот, соответственно, у Акима и Анны некоторые комнаты также точно были сделаны прямо внутри холма, к которому их вилла примыкала. И когда археологи стали искать остатки Дома Божьей Матери, то нашли они два уровня раскопок. Вот мы с вами сейчас отправимся к месту Рождества Богородицы и перенесёмся к львиным воротам. Матерь Божья родилась у львиных ворот. Сами раскопки дома находятся, естественно, под землёй. Сверху два участка – католический, купель Вефезда и монастырь Святой Анны и наш православный. Здесь же буквально в двух шагах территория Ветхозаветного храма. То есть Иаким и Анна жили возле храма. А как известно, чем ближе к храму были дома, тем дороже они были, что подтверждает предание о богатстве Иакима. Храм Святой Анны в честь праведной Анны Матери Богородицы был построен в XIII веке при крестоносцах, отличается необыкновенной совершенно акустикой, красивейшее здание романского стиля. Очень всегда здесь приятно петь, нам с паломниками тоже было. И, конечно, начинаем мы с того, что спускаемся вниз в крипту храма, попадаем в одну из комнат от Дома Божьей Матери. Нарочно оставили природную скалу, чтобы паломники могли приложиться, прикоснуться. На самом деле при Иаким и Анне, конечно, все было облицовано вот таким белым иерусалимским камнем. Затем мы идем в нашу православную часть. Под землей раскопки соединяются, но пройти там нельзя, вход закрыт, можно идти только через улицу. И вот мы подходим к жилому дому. Здесь живут обыкновенные арабы-христиане. В первом этаже устроен храм, а внизу в подвале раскопки. Мы начинаем, естественно, с храма. Здесь есть чудотворный образ Рождества Матери Божией, к которому мы сейчас будем с группой пробираться. Отец Александр помазывает, и все прикладываются, поют тропа Рождеству Богородицы, и потихонечку начинают спускаться уже в нижнюю часть, то есть к раскопкам. Храм Акима и Анны был устроен в начале XX века специально для паломников. Раскопки находятся под землей, состоят из двух уровней. Верхний уровень – это то, что осталось от храма царицы Елены. На полу крест и аббревиатура ТПГН – место Рождества Пресвятой Богородицы. Гласит эта надпись. Тут же рядом есть предел и Акима, и Анны. И под престолом остаток древней колонны, возможно, от римской виллы родителей Пресвятой Богородицы. Спускаемся еще ниже и попадаем в нижнюю церковь. Обе церкви, и верхние, и нижние, были устроены в IV-V веке, то есть еще в ранний византийский период. В нижней церкви тоже мы видим мозаичный пол и тоже аббревиатура, говорящая о том, что это место Рождества Богородицы, что храм стоит на этом месте. И, как видим, в стенах очень много полок, поэтому есть предположение, что это была кладовка или кухня. Конечно, огромные впечатления всегда производили эти камни на нас приложиться, побывать в том месте, где родилась Богородица, где она жила до трех лет. Поскольку эти помещения очень глубоко под землей, возможно, еще раз, это была кладовая. Здесь, кстати, всегда очень прохладно. Да, конечно, большая ностальгия сейчас смотреть эти кадры. Место Рождества Божьей Матери мы обычно посещали с группами в пешеходный день. По Иерусалиму день тяжелый. Как-то раз засекали, это примерно 12 километров мы пешком наматывали, да, да еще и по ступенькам, и вверх, и вниз по городу. И вот, конечно, всегда, когда приходили к Дому Царицы Небесной, это был, знаете, такой момент утешения и отдыха. Во многом благодаря послушнице Ольге, которая там нас всегда очень радушно встречала и угощала чаем, кофе и какими-нибудь обязательно печеньками. Дело в том, что мы попадали туда всегда в субботу, пешеходный день у нас по программе, ну, как и у большинства паломнических групп, выпадал всегда на субботу. А суббота же всегда поминальная, и вот Ольга всегда просила помянуть то кого-то из своих родственников, то просто всех наших, да, усопших. Мы служили всегда литью небольшую в храме Акима и Анны, и потом угощались печеньями, вафельками, булочками, пили чай. И действительно, вот такое простое, казалось, да, скромное угощение, но давало ощущение, что ты в гостях у и Акима, и Анны. Вот это совершенно было замечательно, за что мы Ольгу очень благодарим. Ну вот, мои дорогие, наш праздничный выпуск подошёл к концу. Я с вами прощаюсь, надеюсь, на скорую встречу. Даст Бог, в среду будем с вами читать, как обычно, Евангелие. Желаю вам помощи Божией и помощи Царицы Небесной во всех ваших делах, и обещаю выходить в эфир как можно чаще.